Я Солошин Вячеслав Геннадьевич. Родился 14 октября 1976 года. Был уволен за систематические прогулы и употребление спиртных напитков с должности зампотеха отдельной роты охраны. После увольнения с вооруженных сил Украины я работал водителем автобуса с 2003 года по 2014 год июнь месяц. В начале июня месяца я приезжаю в город Донецк на Куйбышево 61 телецентр с документами. На втором этаже была канцелярия по оформлению ополченцев. Мне дали заполнить анкету. Я заполнил анкету. Вызвали командира. Он забрал меня и указал место расположения, где я буду отдыхать. Через два часа меня вызывает командир части и предлагает должность командира 3-й механизированной роты. Я становлюсь командиром 3-й механизированной роты. Набирают ополченцев туда. Их обучают на макетах автомата по ЗРК АГС. В конце июня была поставлена задача командирам оплота Захарченко для составления экипажей танковых подразделений, чтобы отправить их в Российскую Федерацию для обучения и получения техники с последующим заходом на территорию Украины. Насколько мне известно, заход техники со стороны Российской Федерации на украинскую сторону производился Саша Смерть по звонку. Саша Смерть звонил командиру оплота. И командир оплота давал команду на заход техники. После захода техники на базе подразделения оплот была создана бригада оплот. В танковый батальон входит 30 машин, пришедших с Российской Федерации. О личном составе бригады оплот могу сказать следующее. В личном составе входят в основном украинцы, но имеются и российские наемники. Особенно российские наемники входят в управление ДНР. На руководящих должностях оплота и ДНР находятся русские офицеры. Они занимаются разработкой операций, направлением тактического направления, дают команды на работы артиллерии, в основном пушки Д-30, которые работают не только по украинским вооруженным силам, но и по мирным жителям. Вместе с рядовыми бойцами ДНР Захарченко тоже принимал участие в боевых действиях. А именно Дмитровка был ранен в руку. Он также давал команды на бомбление украинской армии вместе с мирными населениями. По отстрелу боеприпасов командиры подразделения создают заявки, которые подают в главный штаб. Со штаба заявки передаются на Российскую Федерацию. После чего создаются команды, создаются колонны для выдвижения на Российскую Федерацию, для получения с боекомплекта. Колонны создаются из гражданских машин, фур 40-тон. В последнее время заказывается в основном град, Д-30 и минометы, потому что их эффективность уничтожения живой силы украинской армии, а также населенных пунктов и населения является более эффективной. Ввиду последних ожесточенных боев, которые ведутся на направлениях Иловайска, Новазовска, Урзуфа, Мариуполя, я понимаю, что численность вооружения и техника армии ДНР не способна на такие направления вести боевые действия. Значит, на территории Украины находятся регулярные российские войска с многочисленной техникой, многочисленной численностью личного состава, которые ведут все эти боевые действия. Командир Аплота Тихон сказал, что мы со своей задачей справились. Это был отвлекающий манер для входа регулярных российской армии, Российской Федерации со стороны ростовского направления. Я замкомандира танков батальона по технической части танк. Ополченцы ДНР на оккупированных территориях занимаются отжимом машин, бизнесом, металлом, мародерничаем. Употребляют спиртные напитки, разгуливают с оружием по оккупированной территории. Курят, неподобающие сигареты. Были случаи, которые употребляли наркотики. Люди, проживающие в Донецке, которые еще не успели выехать, к ополченцам относятся с негативной стороны. Им не нравится то, что происходит. Люди хотят мирной жизни. Им это уже все надоело. На совещаниях у командира бригады мы получаем информацию о том, что зайдут русские братья, все будет хорошо. Насколько мне известно, и говорят наши руководители, в этой войне гибнут солдаты Российской Федерации. Куда они деваются и что с ними происходит, никому не известно. Также идет агитация по поводу отделения ДНР, ЛНР, создания своего правительства непонятного. И чему оно проведет, еще неизвестно. Народ хочет жить в единой стране. Русские подразделения, а именно Российская армия, при входе на территорию Украины, растягиваются на разные рубежи. При этом русские обстреливают не только рубежи украинской армии, но и рубежи армии ДНР. Все делается для того, чтобы разжечь дальнейший конфликт между ДНР и украинской армией. Уважаемые украинцы, я такой же, как и вы. Я допустил очень много ошибок, с которыми я раскаиваюсь. Я осознал в том, что происходит, но жалко я осознал, пройдя этот путь неверный, два с половиной месяца. И мне очень жаль о том, что воюют русские на нашей земле.